о Рюрике в Киеве и о том, как меня во лжи обвиняли. Итак, на канале я выложил ряд размышлений и ряд подтверждающих материалов касательно Рюрика, касательно истории того, как Рюрик пришёл править Русью, касательно того, кем был Рюрик в западноевропейской исторической трактовке, в западноевропейских исторических источниках. И да, я утверждаю, что Рюрик, летописный Рюрик, известный из повести временных лет, это, по сути дела, тот, кто в западных источниках известен как Рорик Ютландский. Но там не всё так просто, и в других видео я делаю некоторую оговорку, что это не совсем так, а в специальном видео, которое как раз и должно совместить воедино все вот эти мои высказывания, которые могут неправильно понять и не понять, то ли я хочу сказать, что Рорик Ютландский это и есть Рюрик, то ли всё-таки нет. Я объясняю, что да, на процентов 95 всё, что известно про Рорика Ютландского, касается Рюрика. Но есть вот эти некоторые 5%, которые касаются, по сути дела, трёх направлений. Первое направление это то, что западноевропейские охранисты попросту не знали о походах Рюрика на территорию Восточной Европы, и для них это даже не было интересно, поскольку для них в первую очередь было интересно то, в каких он находится отношениях с осколками Франкской империи, и, соответственно, что там собираются его воинства атаковать Британию или не собираются, что там будет с территориями вокруг Рейна, наложит ли епископ на него епитемию или нет и так далее. Вот это то, что было, соответственно, им интересно. Но всё же, даже в западных источниках Рюрика называют царём варваров, если переводить тот термин на современный российский язык. И под вот этим определением царь-варваров понимается не только лишь то, что он правил саксами, частью, точнее, незначительной частью саксов и большей частью палапских ободрецких славян и островом Руян. Имелось в виду не только это и не столько это, имелось в виду и также, что у него есть на Востоке владения, которыми он правит. Но это отдельная история, которой я буду касаться в других материалах. Итак, первое направление. Да, для западных хронистов многое, что касательно восточной деятельности Рюрика, было и неинтересно, и неважно, и неизвестно. И поскольку оно было им неинтересно и неважно, оно и было им неизвестно. А коль оно не было им известно, то и интерес, и важность к этому они проявить не могли. Тут и вопросы того, что они концентрировались на своих делах в своём регионе, и вопросы того, что, конечно же, у них не было ни телевидения, ни почты, которая бы сообщила им о Рюрике в Новгороде или в Киеве, или ещё где-нибудь в таких вот местах. Это первый нюанс. Второй нюанс – то, что там Рюрика, конечно же, воспринимали как часть истории Западной Европы. Рюрика воспринимали как одного, по сути дела, из викингских конунгов, как морского конунга, то есть, по сути дела, как предводителя пиратов. Даже то, что он происходит из славянской династии для западноевропейских правителей и хронистов, было не особо важно и даже не особо известно. Отчасти благодаря его собственной пропаганде, поскольку, говоря, например, с франками и ссылаясь на свои права на владение землёй фризов, он, конечно же, ссылался на своё родство с былыми князьями тех земель. В своём споре за трон, а когда не получилось претендовать на трон, то хотя бы за часть земель в Дании он также ссылался не на свои родовые связи, а, соответственно, и права среди славян, а, конечно же, на свои родовые связи и права среди датчан. Поэтому, как бы, если смотреть и пытаться выстроить какую-то такую поверхностную тенденцию на основании того, что говорится в западноевропейских источниках, можно попросту записать его в датчанина. А такие эпитеты, как Рорик Дористадский, Рорик Фрислянский или Рорик Ютландский, вообще попросту, намерто, гвоздями прибивают его, соответственно, к Дористаду, к Фризии и, соответственно, к Ютландии, что не является правильным, поскольку это всего лишь эпитеты, которые дали ему, в общем-то, некоторые, возможно, его современники, но большинство уже историки более поздних поколений. К тому же, даже у римских императоров были победные эпитеты Готский, Германский, Сарматский и так далее, которые обозначали победу данных правителей над соответствующим воинством. И это отнюдь не означало происхождение того или иного римского императора от германцев или от, соответственно, Даков или, соответственно, Сарматов. Но в современном восприятии, если говорим Рорик Ютландский, всё, человек будет считать, что это Рорик, который родился в Ютландии, вырос в Ютландии, был родом, кровью, землёй, потом, духом, сердцем и перцем, прямо рос как корнем из Ютландии, и вот не мог никак с этой Ютландией вообще нарушить свою священную связь. На самом же деле, даже если взять то, что описано в западноевропейских источниках, даже там Рорик представляется не как оседлый какой-либо землевладелец, будь то в Дании или будь то во Фризии, а как в первую очередь морской конунг. То есть, да, там он был известен как, по сути, глава пиратского флота. Но также было известно, что он был правителем славян. Это в других чуть-чуть источниках, и некоторые историки даже пытаются разделить Рорика тогдашнего правителя славян и Рорика Ютландского. А обилие всех вот этих эпитетов, Ютландский, Дористатский и так далее, даёт такие возможности. Больше того, какие-нибудь Фоменки и Носовские в будущем смогут даже попытаться сказать, что это были всё разные Рорики. А если они уже решат идти не по принципу разделения, а по принципу скрещивания, то и тогдашнего датского короля Горика тоже могут скрестить Рориком ещё одного британского короля и ещё добрый десяток древних исторических деятелей. Но то будет уже неправильно, потому что там как раз будут полные несоответствия. Вот, это вторая нестыковка. И третья нестыковка – это то, что сам-то по себе Рорик не был христианином. И даже принимая такие видимые крещения, я ещё когда-нибудь расскажу о том, как крещение принимал Гедемин. Если вы смотрите данное видео, например, через год после того, как я его выложу, то вполне вероятно, что где-нибудь через какое-то время после того, как я выложил это видео, уже будет выложено и видео относительно того, как Гедемин принимал крещение. Если лень ждать, можете сами поискать в интернетах. И вот то, как Гедемин принимал крещение – это будет иллюстрацией, в общем-то, отношения Рюрика к христианству и к принятию крещения. Потому что Гедемин принимал крещение ровно в том же понимании, ровно с теми же целями и ровно с таким же отношением к христианству, как это делал и Рорик. И когда Гедемин типа уже должен был принимать крещение от Папы Римского, он сказал, что он лучше бы крестился от чёрта, и что вообще его не так поняли. Но это другая история. И на основании того, что Рорик не был христианином и был врагом Франкской империи в целом, некоторых её осколков в частности, а также был врагом христианства в целом. И христианские лидеры сначала считали его врагом, язвой христианства, считали его Эриком кровавыми, все дела и все дела, разрушителем церквей, ломателем крестов, там куча вот таких всяких эпитетов ему понапридумывали. И когда типа его номинально так крестили, они были достаточно довольны и даже хотели накладывать на него эпитимии, все вот эти вот штучки. Но как бы ему было глубоко плевать на все их вот эти идеи, тем не менее, у них было к нему весьма негативное отношение, и это также сказалось и на том, что его называли королём варваров, и язвой христианства, и кровавым, и ломателем крестов, и всё в таком духе. Поэтому кроме вот этих трёх тенденций, по сути формирующих 5% общего образа Рорика Ютландского, которые не соответствуют действительности, все остальные, вообще все даты касательно жизни Рорика Ютландского, родовые связи, цели, действия, всё это то, что было в реальности, всё это то, что я никак не подвергаю сомнению, всё это то, с чем я не то что не спорю, это то, что я, собственно, и пытаюсь поднять, как истинную биографию Рюрика. И при этом в некоторых видео я его называю великим князем киевским, князем Киевской Руси, в каком-то смысле основателем Киевской Руси, и в некоторых случаях называю его как бы реорганизатором Киевской Руси. И вот тут есть ряд нюансов, которые в действительности являются несколько спорными. и человек, который детальнее знаком с моими видеозаписями, особенно если человек набрался сил и попросил, чтобы я ему прислал, может быть, ещё какие-то текстовые наработки по этой теме. И вообще, если человек хорошо знаком с тем, как я трактую всю эту историю, человек должен понимать, что я не говорю о том, что на территории нынешней Украины до Рюрика бегали обезьяны, или была чистая пустыня, и Рюрик вот пришёл в чисто поле и с нуля построил Киев и построил Русь. Я такого не говорю от слова совсем и говорю в точности противоположное этому утверждение. Я говорю, что до Рюрика, по сути, и государство с названием Русь в разных своих вариантах, в разных своих трактовках и даже в разных территориальных координатах на территории Украины существовало. Самым ярким таким является, в общем-то, то, что стало известно как Русь в узком значении этого термина, что позднее найдут, соответственно, советские и даже российские учёные Насонов, Рыбаков и другие. Это территории, по сути, вокруг Киева. И это территории, которые в рамках уже Киевской Руси не будут никогда в рамках единого территориального какого-то объединения. Это территории, к которым намертво пришилось слово Русь ещё задолго до Рюрика. Поэтому, да, и Киев существовал, и государство существовало, и даже это государство называлось Русью в некоторых случаях. И кроме этой Руси было ещё государство Волынян, Дулебов, осколок Тляевии, который скрестился с осколком Волынян и ещё с осколком Древлян даже. У Древлян, конечно же, было когда-то своё государство. У Уличей, у Тиверцев, у Белых Хорват, можно сказать, чуть ли не целая такая небольшая империя, которая, западный осколок которой когда-то превратился в государство Само, которое считается чуть ли не одним из первых славянских официально признанных государств. И всё это тоже часть истории Украины. Поэтому отнюдь я не говорю, что Рюрик пришёл в чисто поле и создал здесь всё с нуля. Я вывожу историю Руси-Украины ещё с намного более древних времён и провожу через времена Аттилы. И если изучить, откуда происходила династия Аттилы, откуда происходил князь Бус, известный также как Бош, которого убили готы, его Антская держава, изучить историю Роксарьян, Раскалан, изучить историю Аорсов, то, в общем-то, придётся упереться в историю царских сарматов, саев, басилидов, придётся упереться в историю ещё скифов, скалотов и дальше уйти к кемерийцам, к ямной культуре, к трипольской культуре, а ещё дальше вообще к мизинской. Вот о чём я говорю. Но я вполне Рюрика могу называть и отцом Руси, и творцом Руси, поскольку Рюрик был архитектором и реорганизатором вот всего того, что было до него, в то, что возникнет позднее и будет называться Киевской Русью. Поэтому, по сути дела, вот то государство, которое уже во всех исторических источниках устоялось с названием Киевская Русь, это государство, созданное Рюриком и дальше развиваемое Рюриковичами. И в этом плане, да, он творец Руси. Следующим творцом будет Гедемин, который, по сути, творец Руси-Литвы. Тоже государство Руси, только воссозданного уже из Литвы. И дальше речь Посполита, как идея, будет развиваться однюю тьму не из Польши, а будет развиваться, по сути дела, именно из Литвы. Именно литовская династия Егелонов станет основой для Речи Посполитой. А наоборот, благодаря тому, что в Польше уже во многом доминировали идеи такой околодемократической структуры с, соответственно, собранием, сеймом, там уже это все несколько подпортило ситуацию. Там шведы уже придут к власти, династия Ваза, и дальше Бонасфорция доведет накал религиозной ситуации до того, что, по сути дела, казачество отколется с куском территории Речи Посполитой, и дальше Украина начнет постепенно захватываться российской штуковиной. Но это уже другая история. Но так или иначе, да, Рюрик отец Руси, Рюрик творец Руси, Рюрик первый князь Киевской Руси. И в таком смысле он первый великий князь Киевский государство Киевская Русь. Он не первый, я не говорю, что он первый князь, который правил в Киеве. Я не говорю, что до него никто не правил в Киеве. Наоборот, я говорю, что до него в Киеве правили уже десятки, даже сотни других правителей разного, мелкого и крупного калибра. Я записывал отдельное видео, где рассказываю о Киеве как о Хольмгарде, то есть городе Амфектионии, состоящем из ряда отдельных поселений, которые вместе с тем объединялись в общий такой вот культурно-историческо-административный центр и духовный центр, который контролировал территории вокруг себя и в разные времена контролировал еще задолго до Рюрика территории от Дуная до озера Ильмень и даже севернее чуть-чуть. Единственное, что позднее вследствие некоторых обстоятельств, вот то дорюриковическое киевское государство достаточно сильно ослабло и по сути будущим Новгородом, то есть Ильменскими землями стали владеть западные славяне, ввиду чего новгородцы считают Гастомысло одним из своих князей, а Гастомысл был наследным владетелем именно собственно западно-славянской державы, а это говорит о том, что территории собственно где позднее возникнет Новгород, Новгород как ответ на разрушение Старгорода, который находился как раз на территории западных славян Ольденбурга, то есть территориями где позднее возникнет Новгород, владел как раз Гастомысл, который был один из предшественников Рюрика. И это все только лишь потому, что влияние Киева на тот момент очень сильно ослабло. Но Рюрик хотел как бы сейчас, если опираться исключительно на повесть временных лет и доверять московицкой трактовке, то Рюрика нужно считать достаточно таким примитивным варягом, который приходит, мечом рубает всех врагов, стучит двойным топором, древком двойного топора по столу, по полу, по всему и говорит теперь я здесь начальник. Все как бы соглашаются и вот он сидит и правит. Зачинает Игоря и идет помирать. Так Рюрика представляет себе современная московицкая трактовка. Я в корне с этим не согласен. Я на основании исторических сведений, на основании даже того, как Рорик Йотландский описывается в западноевропейских источниках и на основании текста в рахманской традиции также считаю Рюрика весьма дальнозорким в политическом философском смысле правителем. Считаю, что он хорошо знал о политической обстановке не только в тогдашней Европе, но и в прилегающих регионах Европы и Азии, точнее Африки и Азии. То есть он знал о событиях Волжской Булгарии, немного знал о том, что происходит в Прикаспийском регионе, немного знал о Персии, достаточно для его целей. Ну и знал о развитии исламского государства. Он все это знал и все это учитывал. Больше того, у него были проекты и по соответственно своему взаимодействию с Византией. В рамках этих проектов у него в Византии были и друзья и враги. И в общем-то Аскольд ходил против Константинополя не как дурак, чтобы побиться об стенку головой, а для того, чтобы соответственно победить одних из византийской элиты и чтобы во главе Византии были те, с кем у Рюрика были уже налажены определенные дипломатические связи. Потому что те же самые бертинские анналы и саги и другие источники рассказывают о активных дипломатических связях и дорюриковического правления Киева и Рюрика с Византией. И согласно этим источником можно себе нарисовать такой вот треугольник дипломатических отношений, где условно обозначим Ютландию или тот же самый Рюген как место пребывания Рюрика или вообще условную какую-нибудь точку на Балтийском море нарисуем как условную точку пребывания Рюрика. Дальше другой точкой этого треугольника будет Киев и другой точкой Константинополь. И между этими тремя точками точка пребывания Рюрика постоянно менялась, циркулировало посольство, собственно, одно из которых и описано в Бертинских аналах, где впервые в западноевропейских источниках достоверно и неопровержимо упоминается Русь. И там эту Русь путают в общем-то со шведами. Ну да. Так вот, дальше, когда Рюрик уже с Балтийского моря пришел на территорию Киевской Руси, под Киевской Русью я имею в виду все те территории, которые вошли собственно в классическую летописную всем известную Киевскую Русь. И хочу отметить, что по раннему тому проекту, который планировался, и западнославянские земли должны были войти в государство Рюриковичей, и Польша должна была войти, и позднее даже планировались южнославянские земли. И поход, в частности, Святослава, и деятельность Олега Моравского, это все части долгосрочного плана Рюриковичей по объединению всех славян в рамках единого славянского государства, в рамках единой славянской империи. Но западнославянские владения отпали достаточно быстро, фридские владения отпали, их тяжело было удерживать и захватывать, даже, в общем-то, еще при жизни Рюрика, а дальше из-за некой смуты между Аскольдом и Олегом вообще было уже не до западных владений. Ну и дальше в Польше там свои утвердились, с южными славянами Святослав попытался соответственно что-то сделать, но у него это не совсем получилось. И учитывая, что дальше снова же между его сыновьями случилась смута, то есть тот государственный ресурс, который мог пойти на закрепление, точнее сначала на повторение, а дальше уже и на закрепление результатов Святослава пошел на то, чтобы сначала между Древлянским княжеством в составе Киевской Руси и по сути основными государственными силами случился конфликт, а позднее между северным осколком Киевской Руси и самой Руссией, чтобы случился еще один конфликт. Ну, а дальше Владимир предприняв свою религиозную реформу столкнулся также с необходимостью навязывать ее на местах, ну, а дальше еще и столкнулся с необходимостью навязывать христианство. А дальше после смерти Владимира очередная гражданская война. То есть, если бы не вот эти нюансы, то у Рюриковичей вполне себе был бы потенциал методично, постепенно уничтожили Хазарский Каганат. Хорошо, идем на Византию, воссоединяем все южные земли. С Византией бы покончили, пошли бы на Франков защитить и воссоединить все западные земли. Относительно Скандинавии там вообще все сложно. В скандинавских сагах очень сильно описывается Русь и описываются другие славянские в первую очередь регионы. Не только. Для скандинавов была близка и Германия и Франция но не настолько и с Британией они поддерживали очень сильные связи но также и с Русью и всевозможные Вальдемары Свены и многие другие конунги и даже короли скандинавских стран это все то что те кто по крайней мере по именам происходит так или иначе с Руси потому что Вальдемар это калька славянского Владимир и именно не то что бы происходило от общего корня и тем более не Владимир происходит от ихнего Вальдемар а именно как раз ихний Вальдемар происходит от нашего Владимир это исторически уже даже все доказано подтверждено даже в рамках официальной трактовки ну и так же само Свен как сокращенная версия от Свенда Слав является в общем-то искаженно сокращенной версией имени Святослав поэтому в те времена не то что шведы не могли быть какими-то культурными героями цивилизаторами Дикой Руси наоборот они восхищались с Гордарикой они были рады тут поработать как вот сейчас турки вот сейчас многие другие народы рады поработать в Европе в Америке в цивилизованных странах в общем-то так же само тогда например те же самые шведы были рады поработать в Руси что в общем-то показывает международное значение и влияние тогдашней Руси но об этом как бы будет в других уже соответствующих материалах и так Рюрик как великий князь киевский да я утверждаю что Рюрик когда пришел править Русью был великим князем киевским при этом относительно физического пребывания Рюрика в Киеве тут есть много странностей и много вопросов есть источники в сагах где в общем-то описывается паломничество Хрюрика на территорию где когда-то был древний Асгард и там полуостров и в общем-то это все сопоставив я так понимаю что Рюрик осуществлял паломничество или к Новгороду Скифскому в Крыму или к Пантикопею потому что считал это территориями своих предков и так далее и тому подобное снова же это отдельная тема буду ее рассматривать дальше и заранее скажу что источники все эти весьма смутные и эти источники могут говорить как о Рюрике который Рюрик так и о каком-либо другом князе со схожим именем образы которых в скандинавских сагах позднее напластались друг на друга и этот Рюрик это уже и внук Одина и много чего другого в скандинавских вот таких вот поэтических мифологических источниках да Рюрик это внук Одина поэтому в таком плане вся эта история с тем что Рюрик побывал даже в Крыму весьма сомнительно я это признаю тексты рахманской традиции больше посвящены как раз тому как жречество относилось к Рюрику а не как как бы куда Рюрик перемещался и строго говоря никаких вот карт перемещения Рюрика мне в текстах рахманской традиции вообще не попадались даже близко поэтому тут тоже вопрос остается но даже если принять теорию относительно того что Рюрик не знаю был в Киеве условно говоря несколько дней да хоть вообще физически ни разу в Киеве так и не был все равно Рюрик был великим князем киевским потому что он реконструировал именно государство киевское он реконструировал именно он не пытался создать какую-то ну не знаю нововарягию какую-нибудь в Новгороде и всем вот этом для него было важно реконструировать как раз былое государство с центром в Киеве которому подчинялись и северные земли которому подчинялись и западные земли при Черноморье и взяв за основу киевский каганат превратив его по сути дела в великое княжество киевское известное сейчас как Киевская Русь превратив и желая превратить его всеславянскую империю конечно же в первую очередь Рюрик был великим князем киевским может ли человек быть великим князем киевским не находясь физически в Киеве может и запросто дело в том что римские императоры да что уж там говорить римские византийские императоры на протяжении столетий себя именовали в первую очередь римскими императорами при том что они рождались жили правили в Константинополе при том что они часто не то что не бывали в Риме а конфликтовали с папой римским и вели даже войны с теми государствами которые возникли на месте былых осколков западной римской империи но все равно себя они именовали римскими императорами это уже клинический случай это уже случай из разряда того что московиты себя считают Русью поэтому как бы это я не привожу в качестве какого-то примера хотя для общего расширения исторического кругозора привожу и такие сведения но даже во времена классического Рима какой-нибудь Диоклетиан и многие другие еще старые еще классические римские императоры часто также правили не из Рима вполне себе для них было нормально что они на протяжении своей жизни ведут какие-нибудь завоевательские походы или не знаю пытаются внедрить какую-то свою новую столицу некомедию и слово некомедия это не не в смысле что у них это получалось весьма не смешно это название такого древнего города но кроме некомедии был еще медиаланум равена и некоторые другие менее известные менее значимые проекты и в общем-то константиновский константинополь это также поначалу был одним из таких проектов просто если другие проекты со временем угасли то константинопольский проект пережил в общем-то даже свой прототип в виде западной римской империи поэтому как бы тут все несколько сложно и папы римские даже некоторое время то сидя в сиене то сидя в авиньоне в общем-то не находились в риме при том что они были папами римскими в этом смысле рим это как центр римского мира как культурная столица и называться римским императором а не каким-нибудь некомедским или некомедийным императором было важно чтобы подчеркнуть что он наследник этой культуры и как бы тот кто старается распространить эту культуру эти стандарты и все остальное и вот был римский мир пакс романум в северном причерноморье был свой мир происходящий еще из скифского из сарматского из гунского наследия и со временем Киев известный скандинавам как Хольмгард известный в других текстах как Азагарий Самватос и так далее Киев был своеобразным римом северного причерноморья в то время как Новгород был всего лишь одним из таких региональных центров западная колония как какой-нибудь Йорк если сравнивать с римской империей вот например в римской империи был Йорк то есть римская колония в Британии ну и что дальше как бы а с другой стороны император Константин который был провозглашен императором как раз на территории Британии дальше пошел как раз захватывать Рим а позднее даже перенес столицу с Рима в общем-то в Константинополь такое было в истории Рима такое было в истории других стран но тем не менее в плане государственной идеи говорят не о каком-то Йоркском или некомедийском Константине а говорят о Константине императоре Римской империи ну и по сути зачинателе Византийской империи так как да многие историки считают императора Константина Великого первым византийским императором ну я считаю первым византийским императором в классическом смысле уже Юстиниана есть те которые в общем-то начало Византии полагают еще позже но в общем-то я считаю именно Юстиниана потому что до этого существовали как бы осколки еще Римской империи а вот Юстиниан это тот кто как раз попытался все осколки былой Римской империи собрать именно в состав уже своей Византийской империи то есть тут вот можно некий такой раздел все-таки провести и тем не менее он будет отчасти условным и тем не менее Юстиниан всю дорогу называл себя императором Ромеев то есть по факту римским императором при том что в Риме он ногой не был вот такие вот дела Рюрик уж точно не был новгородским князем как это говорит современная московицкая пропаганда поскольку на момент жизни Рюрика новгорода физически не существовало можно несколько поиграться попытаться подставить место новгорода эльменского допустим новгород северский новгород волынский новгород литовский можно все это сделать кстати новгород литовский отчасти даже будет тут соответствовать некоторым требованиям он и близок к Балтике в общем-то и есть ряд других нюансов но это тоже весьма спорные весьма сложные нюансы на которые к сожалению ни тексты рахманской традиции ни какие-либо официально признанные тексты летописи не дадут меняемого ответа так как для в общем-то тех кто писали тексты рахманской традиции было важно свое для тех кто писали ту или иную летопись было важно свое и к сожалению никто из них не озадачился полностью детально описать где именно сидел Рюрик и какие именно земли признавали его верховенство власти тем не менее факт заключается в том что Рюрик в качестве одного из своих первых действий послал именно Аскольда Идира в качестве своих наместников которые прибыли соответственно на территорию Киева Аскольд Идир или Аскольд Адир тут еще вопрос очень хороший но так или иначе то ли Аскольд с фамилией или с титулом Дир то ли Аскольд и Дир это все-таки разные деятели тут тоже вопрос остается потому что Аскольд он многое где засветился а вот Дир засветился только лишь в арабских источниках и в качестве соправителя с Аскольдом в повести временных лет вот и все поэтому тут тоже остается поле для определенных гаданий и тем не менее они признавали верховенство власти Рюрика и тем не менее с другой же стороны они были наследными Киевычами ну по крайней мере Аскольд он был наследным Киевычем в то время как Олег происходил из Великомаравской династии и они как представители этих династий в свое время именно бежали к Рюрику они по сути дела также одни из тех кто призывали Рюрика потому что Рюрика призывала не какая-то толпа народа это очень по-христиански и дальше очень по-коммунистически когда какие-нибудь обиженные жизнью новгородцы собрались и говорят у нас хорошая земля ну дураки мы порядка у нас нет пусть придет вот этот человек править и владеть нами потому что мы просто людины и сами собой совладать не можем это да в стиле христиан в стиле позднее коммунистов это идеальная просто для них летопись что тут лучше даже не придумаешь в реальности конечно же и не только в Новгороде а в каждом как сейчас говорят племенном ну пусть будет так в каждом вот таком племенном центре была своя уже какая-то династия были свои элиты и позднее во времена уже Киевской Руси осколки упоминания этого всего будут встречаться будут встречаться упоминания Рогвалада и Рогнеда и будут встречаться упоминания соответственно древлянских князей все это те князья которые в общем-то не происходили непосредственно из команды Рюрика какие-то из них какое-то время также были связаны с Рюриком какие-то какое-то время служили под началом Рюрика но многие из них были именно из местных элит и они и были истинно теми кто призывал Рюрика на княжение кто признавал за Рюриком его верховенство кто хотел чтобы состоялась империя славян во главе как раз с таким могучим разумным правителем который начально вообще не имея невменяемых территорий невменяемого войска все равно мог противостоять целой франкской империи мог своих ставленников ставить на датский трон если бы некоторые события пошли успешнее возможно захватил бы Британию но еще много чего интересного успел на западе осуществить ведь простого какого-нибудь никому неизвестного во-первых никто бы не стал приглашать на княжение а во-вторых соответственно он не вошел бы в разные скандинавские исландские саги и легенды а так вошел поэтому тут история отдельная и естественно я никоим образом не пытаюсь сказать что Рюрик как киевский князь был то ли уроженцем Киева то ли всю жизнь прожил в Киеве при всех каких-либо допущениях от силы Рюрик мог побыть в Киеве пару месяцев за все время своей в общем-то жизни вот это единственное время которое максимум 4 месяца ну если постараться не знаю каких-нибудь 5 месяцев ну больше просто история с историей не сойдется потому что многие его действия на западе они как раз по годам и даже по месяцам расписаны дальше есть упоминания о его в общем-то общении с искростанским жречеством о приходе в искростан физическом приходе они в виде послов или с помощью каких-то писем ну и дальше можно предположить что вот то ли по дороге в искростан то ли там еще как-то так вот он где-то там какое-то время все-таки посидел в столице поправил так сказать из столицы а потом из столицы уехал заниматься укреплением своей власти в Прибалтике где и в общем-то позднее погиб и все но вместо себя он потом в Киев послал Аскольда чтобы тот был его наместником и по сути представлял его интересы там так было и в Римской империи там часто в Риме сидел не император а сидел его тот или иной наместник тот или иной его представитель так что тут нет ничего удивительного и да бывало чтобы такие вот наместники потом пытались именно себя утвердить в качестве в качестве собственно преемников былого правителя и Аскольд на это пошел тем более имея еще и родовые династические права поэтому конечно же все сложно и конечно же Рюрик в таком широком смысле был великим князем киевским а не новгородским добавлять ему эпитет князь киевский это логично это уместно потому что он был главой в общем-то киевской державы он был главой государства столица у которой была в Киеве добавлять ему эпитет новгородский вообще никак не правомерно новгорода археологически доказано во времена Рюрика не существовало если брать и по связям с Византией и по заселенности и по всем другим нюансам то культурным историческим политическим центром во всех смыслах этого слова государство Рюрика была как раз Русь в узком смысле этого слова а столицей как раз был Киев где бы Рюрик временно не находился ввиду тех или иных своих целей поэтому да Рюрик первый киевский князь Киевской Руси и я иногда рассказываю что вот есть западные саги тем кому вообще лень где-нибудь коверяться что-нибудь изучать я говорю просто Википедию откройте ребятки козлятки не надо я вас не прошу особо куда-то углубляться просто откройте Википедию просто хотя бы вы мне начинаете рассказывать про не пойми что вы откройте Википедию хотя бы почитайте еще открою вам сейчас вообще невероятное таинство Википедии внизу статьи как правило размещаются ссылки на каких-то авторов которые также что-то придумывали что-то думали о чем-то мыслили и о ходе своих дум то есть мыслей записали в своих книгах и привели также список ингредиентов которые стали для них пищей для тех или иных их размышлений то есть приводили фотографии каких-то артефактов цитаты ссылки и так далее и тому подобное и я так или иначе хоть что-то ну привожу если конечно я для себя вообще не вижу значимым не знаю в каждом под каждым видео писать ссылки да хотя бы даже на Википедию потому что интересно кто такой Рюрик открывайте сами гуглите и по Википедии и не только по Википедии по всем поисковым сетям хотя бы прогуглите хотя бы по первой выдаче поиска что там будет написано о Рюрике ну хоть начните с чего-то зачем я буду вам давать какую-то ссылку одну и все если не лень если постараетесь сами все найдете и так сказать и будет вам счастье если лень то то мне тоже лень в таком случае даже какие-то минимальные ссылки это самое хотя по именам хотя бы по упоминаниям каких-то дат вот говорю я допустим Аскольд Идир или просто Аскольд ну гуглите кто такой Аскольд когда я говорю о каком-то деятеле который вообще нигде не известен я так или иначе пытаюсь объяснить откуда он мне известен если он нигде условно говоря не известен и на самом деле вывожу по сути дела к пониманию слушателей того что где-то то все-таки данный деятель известен может не под тем именем может быть в другом контексте может так может этак но так или иначе хоть что-то хоть где-то все-таки известно и это я тоже так или иначе объясняю и вот тексты о Рюрике они есть их куча на самом деле хотя конечно к сожалению нет ни одного текста который был бы от начала до конца посвящен исключительно Рюрику Рюрик упоминается в ходе разных событий в ходе разных описаний других деятелей ну так или иначе хоть что-то да на западе есть если вы загуглите что известно исторической науке про Рорика Фресландского Рорика Ютландского вам там дадут и кучу ссылок и кучу объяснений и много чего другого третьего десятого на этот счет и вот осмыслив все это обдумав это все кое-что придумав как соответственно сопоставить эти материалы как кратко их изложить конечно я не пишу никаких сценариев для видео и вообще иногда когда зачитываю какой-то текст так его зачитываю что не знаю помереть наверное можно слушателю если они гонятся в погоне за красивостью там какого-то не знаю поэтического изложения декламации еще чему-нибудь такому ну так или иначе не подходит так говорю там прокопушкин там кисарийский такая-то книга ищите прокопия ищите его там войну с вандалами открывайте на соответствующей странице читайте я не против я не против кто-то из желающих по идее в любой момент может предложить мне такую тему что вы будете зачитывать целиком аудиокнигу а я буду оглашать те или иные комментарии к нужным ее местам можно таким путем сделать потому что кому-то будет допустим не лень и хорошо у человека получится красиво потренироваться потратить на это день а на другую главу еще день еще 20 и красивенько зачитать вот так вот за недельку другую ту или иную книжицу я по этой книжице постараюсь пробежаться за день другой а не за недельку другую поэтому буду ее читать так как я ее читаю ну естественно не всю что же делать что есть то есть но так или иначе я это делаю так или иначе я это осмысляю я стараюсь познакомить слушателей зрителей моего канала хоть с какой-то информацией которую они дальше смогут изучать осмыслять углублять собственное знание и понимать вообще что я говорю не о какой-то фэнтезе которая не знаю существует исключительно в моей фантазии или не знаю исключительно там еще где-нибудь у кого-нибудь а я говорю в принципе о реальных древних исторических событиях будь то касательно Рорика будь то касательно Руси и я говорю в общем-то то с чем часто согласны представители официальной трактовки истории там философии кое с чем они не согласны кое-что они воспринимают по-своему я по-своему но все равно чтобы это что-то воспринимать мы должны это видеть и смотреть на это приблизительно с той же стороны потому что не знаю если я буду говорить о чем-то что вообще неизвестно никому кроме меня то естественно никто про это ничего тоже не сказать не понять не сможет ну или так же самое если я буду пытаться что-то говорить про что-то что известно допустим многим но я вообще про это впервые слышу так же ничего хорошего из этого не получится вот так или иначе все-таки определенные труды к изучению к структурированию материала и к его подаче я прилагаю хотя конечно никаких сценариев к видео я не набрасываю и даже не скажу что перед тем как записываю свое осмысление я слишком продумываю что я буду говорить как правило я сталкиваюсь с той или иной проблемой или дохожу до того или иного результата в своих осмыслениях и включаю диктофон и излагаю свои размышления ну вот тем не менее тем не менее несмотря на то что пока это у меня всего лишь промежуточные результаты по тем или иным темам тем не менее я привожу доказательства привожу те или иные свидетельства мне пишет человек что я вообще во многом не прав я Рюрика чуть ли не придумал а в крайнем случае если даже и не придумал то вот я его связываю с Русью а Рюрик так Руси вот отношения не имеет Рюрик который родился на Рюгине извиняюсь а Рюгин Руян по сути дела Руй Руг или Рус это вариации в общем-то того же самого корня только в зависимости от того какие европейцы его передавали в древности если даже взять имя князя Ругила если взять кучу других слов и имен он и вариантов и всякого разного то станет понятно что часто корень Руй Руг Рус является не то что синонимами а является вариациями просто чисто диалектическими чисто языковыми вариациями одного и того же имени или одного и того же слова то есть остров Руян Рюгин в принципе то можно называть и островом Русин вот если в классическом украинском варианте его озвучить получится остров Русин и все и ни много ни мало вот остров Русин то есть да поэтому Рюрик сказать что Рюрик не имеет никакого отношения к Руси это жуть но как бы вот я типа плохой потому что я говорю что Рюрик святой князь Руси Рюрик реорганизатор Руси Рюрик основатель династии которая эту Киевскую Русь практически создала потому что от тех государств которые в общем-то на территории Украины издревле существовали к моменту Руси жизнеспособных практически не оставалось а те что оставались были в своих усобицах были в своей какой-то такой фигне что лучше не вспоминать они не представляли серьезной силы да они могли пойти чуть-чуть побить морду печенегом да они могли там не знаю хазар помучать византийцев подолбить но они не были существенной самостоятельной могучей политической силой Русь Рюрика это держава Русь Рюрика это империя по своим возможностям по своим параметрам по своим территориям по своему международному значению легитимности и влиянию ничем не меньше чем Византия ничем не худшая чем Франкская империя или Священная Римская империя германской нации может быть кстати Атон первый оттого и спешил провозгласить себя германским императором потому что боялся как раз Руси и боялся что Русь со временем укрепится разрастется и доберется в общем-то до своих былых пределов включая территории Польши включая территории палапских славян начально по архитектуре Рюрика все это должно было бы свершиться да не свершилось да соответственно Священная Римская империя пошла на определенные уступки по отношению к польским князьям они их провозгласили королями чтобы поднять их статус чтобы поднять их в плане титула чтобы поднять в другом смысле чтобы в общем-то так или иначе вот тех своих союзников на территории Польши сделать ядром будущего польского королевства в противовес тем кто были лояльны Киеву в противовес тем кто могли бы так или иначе пойти под начало Киева и соответственно стать серьезной опасностью для Римской империи германской нации по сути как немцы в тот момент хотели воссоздать Римскую империю только уже со своим наполнением так Русь если бы постаралась если бы не Владимир если бы князем остался Ярополк и еще если бы если бы если бы так или иначе Русь могла бы стать империей Аттилы в новом ее перерождении к сожалению не получилось но тем не менее Рюрик такие основы заложить в архитектуру создаваемой им державы пытался тем не менее Рюрик переформатировал дальше его уже ставленники такие как Аскольд Эдир дальше его уже помощники такие как Олег его сын внуки все остальные дальше они уже собственно продолжали его начальную политику часто конечно же не так хорошо не так осознанно не настолько дальновидно как это делал Рюрик и я это все поднимаю я это все описываю я много чего на эту тему отчасти вскользь говорил но я понимаю что если я допустим это все говорю вскользь с кем-то оно воспринимается как ложь кем-то оно воспринимается как фантазия кем-то оно еще как-то воспринимается поэтому если по моему начальному плану десятигодичной давности должно было бы так случиться что нашлись бы какие-то отдельные люди каждого из которых я посадил бы заниматься определенной темой а я бы в общем это дело развивал то вот пока приходится мне все основные темы так или иначе разгребать и детально пошагово объяснять что так это так ну что ж так 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 зато качественней будет и поменьше человеческих глюков в этих материалах в конце концов будет поэтому да если еще в своих видео там десятигодичной пятнадцатигодичной давности я рассказывал о том что Рюрик это святой великий князь Руси объясняя это потому что материалов доказывающих это больше чем достаточно сейчас я пошагово ссылаюсь на разные источники на разные летописи шметописи и так далее я буду все это пошагово доказывать так что потом уж как бы все свидетели секты отсутствия Рюрика ну что ж свидетельствуйте я вашу религию по которой вы веруете в его отсутствие оскорблять не стану но мне жаль что такая религия есть в общем так и все остальные религии а тем не менее в качестве нового вот этого аргумента что типа Рюрик не Рюрик мне приводят Велесову книгу Велесова книга это вообще такой источник что что с ней все плохо для начала с точки зрения официальной официальной исторической науки Велесова книга считается подделкой там уже есть разные тоже свои научные вполне себе теории относительно того кто Велесову книгу подделал когда Велесову книгу подделали кто-то такие как да ладно короче есть те которые считают что это подделка ну допустим Сушинский тот же самый считают что это подделка достаточно такая еще древняя может быть там позднего средневековья может эко 15 какого-то другие считают что это подделка конца 19 начала 20 века и плюс самые радикальные вообще считают что это Миролюбов от начала до конца всю ее подделал а может быть даже не только лишь Миролюбов а еще его дружочек кур некий тоже можете все это поизучать если интересовались историей Велесовой книги а так или иначе это есть и вот тот кто Велесову книгу по-настоящему подделал так это Александр Асов Александр Асов это российский деятель начиная с 90-х годов который если я не ошибаюсь еще в науке и религии или еще в каких-то таких советских журналах начально публиковал свои статьи могу ошибаться если ошибаюсь поправьте в комментариях так или иначе достаточно тоже давний уже деятель в плане своих исследований и вот этот Александр Асов в свое время взял какие-то недопереведенные куски текстов Велесовой книги перекомпилировал их как просто ему хотелось создал из них по сути дела свою версию Велесовой книги то что Велесова книга в чем-то похоже на слово полку Игоря как этот человек не писал так как бы можно и слово о полку Игореве взять и тоже перекомпилировать и в конце у нас получится текст в точности да наоборот любой текст в Библию можно в точности да наоборот не знаю какие-нибудь цитаты которые касаются Иисуса переадресовать сатане или наоборот то что там Бог Иисуса заточил вместе с ангелами его почему бы и нет вот эта работа по принципу Александра Асова когда текст берется и в свободном абсолютно никак не контролируемом порыве редактируется как хочется человеку так захотелось человек взял вот это поместил туда то поместил сюда и и вот так и живем можно можно ли таким заниматься в качестве каких-то умственных упражнений я думаю почему бы и нет можно ли подобный перевод Велесовой книги считать источником разве что источником при каких-либо психологических не знаю культуроведческих может быть изысканиях относительно эзотерики и эзотериков позднего советского союза и российской федерации нынешнего времени в таком плане как бы да это источник все творчество Александра Асова но это как бы источник не имеющий никакого исконного и не то что исконного вообще сколь-нибудь какого-то отношения к соответственно древней истории Асов сделал свой текст исходя из того что он знал что он понимал что он считал правильным спорить с этим текстом можно спорить можно не спорить там много всего снова же написано там много всего много как по-своему осмысленно и я не могу даже как бы вот сказать что абсолютно все там неправда ну как абсолютно все когда все-таки что-то да и правда потому что если бы Александр Асов писал абсолютно полную неправду то ему бы пришлось вымышлять свою Велесову книгу ему бы пришлось ну вообще полностью писать не знаю свой вымышленный мир и при этом еще стараться чтобы ни один из персонажей о которых он пишет никак ничем не был схож с теми персонажами которые реально имели какое-то место в соответственно истории человечества поэтому тема конечно же сложная да времени на все не хватает пока пока я это дело записываю пропускаю звонок но что же делать да запишу суть в том что Велесова книга в подаче Асова это вообще не Велесова книга это отдельный отдельный экспонат не пойми чего дальше если говорить о реальной Велесовой книге реальная Велесова книга более-менее по-человечески переведена Галиной Сергеевной Лоско более-менее по-человечески настолько насколько это вообще можно было сделать потому что потому что Велесова книга которая нам дошла от соответственно Миролюбова и вот тех из МБК кто еще к этому был причастен она представляла собой уже их попытку разбить на слова изначальный текст написанный сплошняком это жуть это люди которые не имели специфического образования или даже самообразования с помощью которого они могли бы правильно разбивать слова и больше того у Миролюбова был свой предварительный багаж взглядов на историю в общем-то славян поэтому какая часть Велесовой книги произошла из мозгов Миролюбова на бумагу а какая часть Велесовой книги на бумагу была перенесена им с досок это уже вопрос очень вопросительный есть некоторые примеры его набросок по Велесовой книге которые между собой разнятся есть вероятность что он в действительности в каких-то случаях чуть ли не реально от себя туда что-то вставлял и ввиду этого даже если ну да я не сторонник официальной трактовки по которой Велесова книга подделка я сторонник другой трактовки по которой Велесова книга это один из письменных источников дохристианской ведической Руси Велесова книга была написана Харугиным сыном волхва Харуги то есть я Велесову книгу в свое время насколько это вообще возможно читал и пытался изучить не скажу что полностью изучил но так или иначе у меня даже есть свой перевод Велесовой книги который я тем не менее так пока и не опубликовал и какое-то время среди союзников я его распространял потом и то перестал потому что его там в некоторых случаях надо подправить тем не менее тем не менее Велесова книга это тот источник где нельзя быть уверенным ни в чем вообще сам автор Харуген он писал ее рядом с умирающим отцом он писал ее ну по самой Велесовой книге тоже не мои придумки это там можно найти он писал ее в условиях когда его вот эта группировка каких-то остаточных волхвов вместе с воинами вместе с какой-то частью знати постоянно перемещалась постоянно там чего только не творилось то есть у него возможности качественно изучить историю сопоставить все нюансы этой истории у него физически не было каких-то супер летописей которые могли бы ему вот вообще незамутненно передать всю историю человечества у него естественно не было Велесова книга в рахманской традиции имеет двойное название книга древних событий Харугена книга про древних событий Харугена так даже правильнее сказать если на российском языке говорить и ее официальное название Велесова книга конечно же Велесова книга и Харуген не знали что они Велесова книга и что он автор Велесовой книги Велесовой книгу Велесову назвали даже без ведома Велеса уже в 20 веке но да ладно с кем не бывает и вот вот этот жанр книги древних событий который существует в рахманской традиции помимо так называемой Велесовой книги это такая тема когда тот или иной жрец просто пишет все что он знает по мирозданию по истории последний кто предпринял такой проект был соответственно учитель моего учителя который написал книгу с очень сложным названием отчего ее часто даже библиотекари помещали в свои каталоги под разным названием отчего ее иногда сложно найти даже в тех библиотеках где она все же есть это отдельный кошмар но так или иначе книга имеет название на пол своего переплета начинается о всесвятотворении о богах о промынувшении о сверхдревней истории о святых князях о в общем о христианизации в украинском варианте там оно называется о сбасчещении то есть о бесчещивании имеется ввиду христианизация Владимиром дальше о сегадене и о грядущем вот я название это сократил сейчас уже чисто переводя на российский язык и чисто это самое все равно название гигантское и вот его вот эта книга которая толщенная которая вобрала в себя кучу разных тем письменность философия теология династии боже помилуй вот эта книга в жанре книга сверхдревних событий и Велесова книга в том же жанре и еще куча разных священнослужителей ведической культуры славян писали такие книженцы и Харугин написал вот такое вот естественно каждый пишет что он знает естественно лучшую версию напишет тот ну как допустим написал Вепшицкий он ее писал в начале 20 века он ее напечатал в 909 году то есть тогда перед Первой мировой как раз у него был неплохой такой период когда можно было себе в юности и ранней молодости собраться с мыслями и написать то что было нужно ну а дальше уже придет время достаточно плохенькое ну а дальше в 39 году его попросту коммунисты уничтожили у тех жрецов у которых не было нормальной меняемой возможности хорошо сопоставить историю которые писали свои книги данного жанра на скорую руку они могли написать всякую разную хрень они могли перепутать друзей с врагами и там там такое что лучше об этом говорить пока эти тексты не переведены какая-то часть из них у меня есть это вот те что у меня есть это тексты по сути 19 века ну и такое себе ничего особо ценного оттуда я не почерпнул ничего такого чего бы не было у Вапшицкого и ничего такого чтобы как-то колебало современные не знаю научно-исторические представления о истории да если подвергнуть их вообще супер скрупулезному анализу кучу всяких забавных и нужных и важных и ценных мелочей оттуда выковерять можно но это если вот так вот подвергать а если просто сходу то там очень много ошибок там перепутанный и последовательность там и цезарь уже после Иисуса при этом потом я понял что имелось ввиду что цезарь был как раз после Христа Христа который не Иисус а который Боспорский принц и в общем и в общем я то потом сопоставив это с кучей других текстов понять смог но если бы я не сопоставил то наверное счел бы что они очень на скорую руку свои тексты писали соответственно Вапшицкий уже постарался все эти тексты привести в порядок Селенко когда взялся за написание своей версии книги данного жанра которая также как и Велесова книга как и труд Вапшицкого по сути дела является вот таким кратким изложением всего 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 Селенко даже сделал это в двух версиях написал поэму и написал также толщинную книжищу ну вот у него такая штука есть вот в свое время и Харугин написал вот такую Велесову книгу только только вот Селенко собирал ту информацию которую он мог собрать в начале и середине 20 века в основном в западных источниках ну и также опираясь на труд Вапшицкого Вапшицкий опирался на лучшие хроники на лучшие какие-то тексты которые сохранила рахманская традиция а Харугин опирался на осколки каких-то повествований которых ему рассказывает умирающий отец на то что он сам успел до этого выучить и на осколки тех текстов которые у него рядом с собой были это так согласно Велесовой книге это сейчас я как бы ничего особо не придумываю хотя тоже чтобы вот это так вот в своем сознании сложить нужно было Велесову книгу почитать в разных местах и там где упоминается сын от отца Харуги и там где упоминаются их постоянные перемещения и борьба с христианами которые уже там дышат в спину и тыкают со всех сторон остриями и так дальше так что Велесова книга это не то почему я буду выверять историю это совсем не то почему я буду выверять историю скорее наоборот Велесова книга сама должна выверяться и перепроверяться по другим источникам и касательно Рюрика потому что я даже не уверен что там Рюрику помянут да вот при всем при том что как бы я должен сейчас сказать о Рюрике Велесовой книге но в той разбивке которая более вменяема не факт что вообще он там есть конечно же Асов там Рюрика нашел но Асов это специфический человек конечно не Чудинов Чудинов бы там нашел бы не только Рюрика еще храм Яра в храме рода звездной Макоши самой Макоши писана Макошь Юруны Макоши ладно в теме норманистско антинорманистского противостояния есть на самом деле то что объединяет как норманистов так и антинорманистов на глубинном фундаментальном методологическом уровне а это то что как норманисты так и антинорманисты в рамках своих исследований часто любят просто как бы не замечать как бы выкидывать из своего уравнения из своего восприятия реальности не просто отдельные факты а иногда прямо отдельные пласты знаний пласты каких-то данных как будто бы этого нет или еще тенденции к преуменьшению тех или иных фактов или к попытке сказать что типа ну это не связано с тем вот такими методами устранения неугодных фактов занимаются как норманисты так и антинорманисты уже в общем-то на протяжении столетий дело в том что норманизм как таковой это всего лишь гипертрофированная ну в общем-то летописная трактовка потому что если взять летописи в летописях конкретно сказано что в общем-то те кто пришли с Рюриком были варягами в летописях конкретно сказано где эти варяги находились где так сказать точка происхождения варяг и несмотря на то что да позднее в летописях тема с варягами уже перенеслась и на причерноморских мореплавателей и перенеслась уже и на Киев и вот как сейчас автор канала История Руси экспериментирует с тем как варягов ему пришить к Киеву в принципе я бы даже мог ему накидать некоторых сведений которые облегчили бы его процесс пришивания варяг к Киеву эти сведения есть варягов летописных варягов вполне себе можно пришить к Киеву и к Северному Причерноморью ссылаясь на источники ссылаясь на факты даже в некоторых случаях на артефакты вопрос конечно в том что еще больше будет фактов и всевозможных свидетельств которые будут говорить о том что варяги варяжская это буквально древние синонимы того как бы сейчас сказали Балтика Балтийская Балтийские и так далее ведь само Балтийское море в те времена называлось Варяжским наше же море называлось Черное море называлось не Варяжским а морем Русским если бы слово Варяги и слово Русь были бы синонимами то в общем-то и то и другое назывались бы варягорусьскими какими-то а соответственно не различались бы на варяжское и русское так что это важные нюансы и по-настоящему варяги хоть в Новгород в некоторых случаях в общем-то достаточно во многих случаях приходили и в действительности из Киева но как бы прародиной и исконным средоточием варягов естественно была западная часть а именно юго-западная часть Балтийского побережья конечно варяги вагры это все в ту степь конечно же это славяне но это славяне весьма связанные и с датчанами и с тогдашними шведами и имеющие с ними фактически общность и в плане династических связей и в плане культурных и в плане бытовых и можно в принципе выделять на то время балто-скандинавскую культурную общность которая пыталась сформироваться в виде государственной общности под предводительством великого князя Рюрика и временно конечно какие-то попытки сформировать данную общность предпринимались и до него и о многих из таких попытках попросту сейчас нам уже недоступны сведения потому что в исторических хрониках зафиксировалось далеко не все а в легендах там присутствует куча разнообразных противоречивых взаимопротиворечивых данных которые нельзя однозначно как-то понять атрибутировать поэтому я кстати даже не исключаю вероятность того что кто-то и до Рюрика мог пробовать объединять венецкие какие-нибудь датские шведские владения в рамках единого какого-то государства в принципе датско-шведские датско-шведско-норвежские государства они там в те времена возникали периодически возникали рушились возникали рушились ну и династическая связь естественно с саксами и с венедами с ободритами с лютичами у данных у шведов у норвегов в те времена были очень сильные поэтому вообще-то оговорка летописца очень важна так как в принципе для какого-то не особо образованного человека с Новгорода да или даже для простолюдина с Руси могло в общем-то казаться что все соответственно варяги это какое-то общее такое германское чуть ли не германское племя но летописец уточняет что варяги есть разные есть готы древний народ и те его останки которые сохранялись на острове Готланд есть датчане названы англянами англами поскольку когда-то в общем-то когда-то в общем-то англы проживали еще в Дании есть шведы есть урманы то есть норманы и вот искомые варяги связанные с Русью это не те не те и не другие искомые варяги если снова же искать по Балтийскому побережью там где особенно варяги и Русь это единственный вариант это вагры ну и собственно русы руяне руги вот как бы единственный вариант конечно да термин рус Рось существовал на территории Киевщины задолго до прихода Рюрика и его представителей и в общем-то с территории Киевщины этот термин и произошел туда на запад и распространился в частности князем Адаакром который согласно исторических источников являлся природным гунном сыном Эдикона того князя который был для Аттилы фактически его премьер-министром и министром иностранных дел если брать изучение истории гуннов то история гуннов начинается в Северном Причерноморье дальше когда был убит князь Бус князь Аорской династии Анской державы Роксоланы возглавили и Анскую державу и так сформировалась уже Великая Гуннская держава которая далее погромила Готов и далее стало известно под названием Славный Народ то есть Хонорум Генус Римлянам Исконно истоки этой державы полагают именно в Северном Причерноморье то есть на территории Украины Никакие никакие ни римские ни греческие ни другие историки не искали истоки гуннской державы ни на территории какой-то далекой Азии в Китае и так же они не искали истоки гуннской державы где-то в Германии Азначить как гунны так и руги которые входили в гуннскую державу это все по сути дела выходцы из Северного Причерноморья и несмотря на то что позже уже во времена Аттилы весьма серьезные гуннские силы и в частности руги пребывали также на территории Панонии но понятно что Панония не была их прародиной и понятно что пришли они туда именно с Северного Причерноморья это естественно это везде в принципе известно и несмотря на то что нигде нету вот такого прямого написания что да руги произошли из Северного Причерноморья но это можно проверить вот такими весьма нехитрыми размышлениями тем не менее я под своими видео получаю комментарий о том что Адаакар был германцем с какого извиняюсь черта он мог стать германцем если он происходил из династии ругов которых к тому же от гуннов даже прископанийские и другие историки не особо отличали Эдикон и Адаакар в исторических источниках называются природными гуннами то есть ну откуда гунны происходят из Северного Причерноморья они не называются природными готами автор мог бы автор точнее даже ряд авторов которые говорят об этом поскольку это не только приск по-низски это еще некоторое число вот они могли бы в общем-то писать что типа ну они как бы с гуннами но вообще-то это готы это готы которые пошли на службу гуннам ведь такие были в действительности и готы и гепиды и даже князь гепида в государстве Аттилы играл далеко не последнюю роль и был весьма важной военной силой союзной и на службе у Аттилы поэтому если бы Адакар был готом или кем-то родственным готом его бы называли природным готом или разновидностью готов ну или по крайней мере каким-то гото-гуннским не знаю гибридом но ничего этого нет Эдикон и Одуакар в исторических источниках называются природными гуннами и все равно с какого-то перепуга под своими видео я получаю в комментариях написание о том что видите ли какие-то немцы какая-то немецкая наука доказала что Адакар был немцем германцем ну может быть в России например есть такие псевдоученые как Фоменко с Носовским как Чудинов как еще некоторые которые готовы доказать что и Баба Яга наверное тоже была чисто чисто кровная русская которые готовы доказать что Перун к Хиневичу прилетал чтобы оставить ему книги 40 тысяч лет назад но еще много всякого бреда а конечно еще надписи русскими буквами и русскими рунами на солнце храм Макоши в храме рода во имя самой Макоши ну и все в таком духе поэтому я не знаю никаких как бы таких общих немецких ученых и я против того чтобы говорить немецкая наука или там не знаю китайская наука наука это тема весьма весьма широкая и ее как чего-то монолитного никогда не существовало и существовать не может кроме школьной науки то есть системы когда ребенку дают какие-то базовые знания обо всем и ни о чем то есть на все случаи жизни но при том понимается что глубинно не стоит задача его научить чему-то конкретному кроме вот этой школьной науки более монолитной науки в науке не существует существуют отдельные науки отдельные прикладные науки отдельные теоретические науки и каждая наука рассматривает свою тему в рамках которой ни зоологи ни астрофизики знать не знают кто такой Адаакр и не должны даже им интересоваться интересуются же вопросом Адаакра ученые историки и эти историки специализируются как правило именно на поздней античности или раннем средневековье и естественно среди них никогда не бывает единогласия никогда не бывает если это единогласие не вызвано какими-то политическими воззрениями или внешним давлением если исследователям дать свободу то все равно они будут высказывать разные теории разные теории пожалуй кроме тех случаев когда принадлежность какого-либо человека к чему-то является очевидной ну например Юлий Цезарь римлянин тут мало у кого есть серьезные соответственно какие-то к этому вопросу противоречия несмотря на наличие в принципе гальской и греческих и даже карфагенской теорий о происхождении рода Юлиев все равно по большей части как бы там не теоретизировать все равно придется сойтись что может быть там какие-то предки происходили от кого-то но то уже значение имеет мало поскольку сам Юлий Цезарь родился вырос в общем-то в Риме и вероятнее всего что по крайней мере его прямые родители а также деды а также прадеды также сделали это в Риме а значит его несмотря на какое-то там происхождение можно считать уже римлянином по факту и по сути ну и так далее Наполеон француз это тоже очевидный факт Пушкин не россиянин ну точнее россиянин но не русский и даже не россиянин в смысле в смысле московицкий русский так сказать но хотя принадлежащий к российскости к российской типа культуре при том что в общем-то он говорил на французском чаще всего но так или иначе все равно то есть даже при вот таком вот спорном отношении к Пушкину где конечно же россияне будут стремиться выдать его именно за россиянина я например смогу упоминать то что в общем-то относительно недалекие его предки происходили из Африки да и сам он не особо глубоко в ту российскость какую-то укоренился ну разве что то что он активно употреблял алкоголь показывает его сродность российской культуре ну а в плане стремления к какому-то изучению чего-то в плане вообще некой свободы мысли это скорее отличает его от россиян и от российского какого-то такого скрепного эталона чем связывает его с ними а вот шевченко украинец до мозга костей это тоже факт что же касается адакра может быть сейчас в официальной трактовке не знаю германии китая или зимбабве может быть там в действительности в официальной трактовке в политической трактовке истории в действительности считается что адакр это немец но в ни в одном древнем источнике адакр не называется даже готом больше того между адакром и готами в общем-то шла война и адакра конечно же вот собственно сами исторические источники связывают в первую очередь с соответственно ругами и гуннами и так же там периодически упоминается такая тема как скиры и вот соответственно тут следует предполагать что видимо династически он имел происхождение и от скиров и от ругов и в общем-то в общем контексте был гунном ну или имел также принадлежность к Роксолан непосредственному основному витку Роксоланской династии ну и готы там вообще ни разу не фигурируют не готы не даже герулы не гипиды а исключительно руги и гунны также где нигде упоминаются скиры я знаю что сейчас и скиры и кимвры и руги часто причисляются к германцам но я считаю что теория о происхождении даже тех же готов как массива народов из скандинавии ошибочно так как у нас нет ни одного свидетельства того чтобы из скандинавии на территорию континентальной Европы распространялись легенды в которых бы упоминались скандинавские реалии легенды былины саги эта тема весьма устойчивая в плане своего географического описания и если в скандинавских даже в исландских сагах есть описание дона названного там танаис или танаквисль если там есть описание скифии если там есть описание дальше гордарики то например ни в одних каких-либо континентальных даже германских сказаниях нет описаний Исландии нет описаний какой-нибудь той же Норвегии Швеции да даже Дания там упоминается всего лишь как северная страна вот и все тем более ни у славян ни у в общем-то тех кто считался готами ни у кого из них не было описаний Скандинавии в каких-либо легендах в каких-либо мифах в том что хоть как-то до нас дошло то есть теория может быть верна лишь в плане прихода в Европу бежавшей до этого в Скандинавию всего лишь правящей гетской династией где эта гетская династия сплавала в Скандинавию нашла там себе воинство собрав это воинство оттуда пришла в Европу пройдя между славянами просекло определенное просеку дальше уже они сначала мирно жили с восточными славянами позднее с ними уже законфликтовали ну и позднее уже в общем-то все то что известно по войнам великого переселения народов то есть руги также не могли быть выходцами из Скандинавии у Йордана упоминаются ульмы руги то есть руги живущие на острове тут можно считать что и до этих событий на острове Руян Рюген жили уже какие-то народы называющие себя так а можно так и не считать можно считать что как раз туда перешла та часть Ругов которая не нашла себе места в Европе в Италии королевство Адаакра разбили и конечно же какая-то часть Ругов осталась и там но другая часть вполне себе могла уйти как раз на Рюген и дальше уже Иордан записал о них но опустил их в прошлое и упомянул их как бы в общем-то в контексте исхода готов с территории Скандзе так что вопрос тут сложный но так или иначе Руги происходят из Северного Причерноморья да можно еще некую кельтскую предысторию кругом так или иначе выискивать но все равно даже в таком случае тогда уж Руги будут иметь связь с кельтами а не со скандинавами ну и кельтское происхождение Ругов это еще более сомнительная тема чем германская или скандинавская а вот происхождение Ругов из Северного Причерноморья от Роксолан или точнее от Роксолана Аурской склейки известной также как Росомоны это более естественно более реально да и к тому же относительно Ругов можно взять вообще имя дяди Аттилы и этого дядю в некоторых случаях называют Руа в некоторых случаях называют Рус или Рос в некоторых случаях называют Ругас или Ругила и это имя как раз лучше всего иллюстрирует то как в те времена Руг и Рус могло быть просто диалектическим вариантом одного и того же имени или в данном случае одного и того же этнонима а соответственно первое упоминание гиперборейского народа Рос существует как минимум где-нибудь с 4 века а если в варианте Эрос то еще раньше так что в общем-то да в северном причерноморье этноним Рус Рос существовал достаточно давно и конечно же россиянам слыша эти сведения вообще ни разу не стоит радоваться подскольку они себе присвоили название русских абсолютно не понимая что оно значит они себе его присвоили в желании чтобы их причислили к русинам но по сути это русский означает принадлежность как раз Руси то есть русский подданный французы не называют себя французскими как и турки не называют себя турецкими но вот французский или турецкий подданный дело другое так и русины не называли себя русскими а русскими называли как раз своих подданных То есть, отчасти даже тех же финоугров. Но вот россияне, ничего из этого не зная, ничего из этого не понимая, теперь выстраивают теорию о том, что они являются исконными русскими, то есть, наследниками Киевской Руси. И это является бредом. Но вот все же вернемся к нашим баранам. Во-вторых, о географическом происхождении варягов с территории Балтийского побережья. А во-вторых, они же игнорируют упоминание о том, что новгородцы были от рода варяжского. Новгородцы и льменские словени были от рода варяжского. И тут необходимо вспомнить товарища Залезняка и других, даже современных российских ученых, которые открыли и признают, что в языковом плане новгородцы во многом были схожи именно с западными славянами. Залезняк вообще говорил о поляках. Ну и даже летописец нам также говорит о связи с поляками, то есть ляхами. Единственное, что летописец говорит о связи с поляками Вятичей и Радимичей. А тут речь идет как раз о эльменских славянах. И вот, если это дело сопоставлять, их свидетельство о том, что они являются варяжского происхождения. В действительности, на территории будущего великого Новгорода, Новгородщины, при эльменского, скажем так, региона, археологи находят весьма много каких-то скандинавских и, в общем-то, западно-балтийских археологических влияний, каких-то, собственно, даже артефактов, привезенных оттуда. Есть многие могилы викингов, однако, всего этого, и даже если предположить, что викингов, каких-нибудь шведов там было вдвое-втрое больше, чем это фиксируется археологически, все равно, даже если в пятеро, да даже если в десятеро увеличить число реального количества викингов, которые там были, все равно их не хватит для того, чтобы хотя бы половина новгородцев происходила от рода варяжского, или хотя бы четверть. А если так, то как-то странно будет то, что новгородцы считали себя от рода варяжского, при том, что в реальности всего лишь меньшинство из них может претендовать на какую-то генетическую связь с викингами. Другое дело еще в том, что в новгородском языке не сохранилось никаких элементов викингского, норвежского, датского языка. Не сохранилось упоминание про культ какого-нибудь Одина на территории Новгорода. Вот то, что связано с Перуном, там есть наследие культа Перуна. То, что связано с Одином, то, что связано с Тором, Фрейром, Хеймдалем, Локи, вообще никаких намеков на это нет. То нету ни ручьев, ни озер, ни каких-то лесов, ни каких-то городков, которые назывались бы какой-нибудь Один-Стадир, или Рюрик-Стадир, или, не знаю, Трувар-Стадир, Сивар-Стадир, Синеус-Стадир, Гастомысл-Стадир, что-нибудь такое. Один-Хейм какой-нибудь. Никаких похожего даже конструкта названий там не обнаруживается. В языке никакого влияния скандинавов там не обнаруживается. А значит, ну ладно, даже если выдумать миф, что значит приезжал викинг, сами эльменские словени в мужском своем населении, видимо, не знаю, перевязывали собственные чресла и ждали лучших времен, то ли самокастрировались. А женщин своих вели к викингу на поклон, и викинг такой потеря и пыхтя плодотворил их всех по очереди и уезжал уже весь несчастный и измученный, но отчасти довольный из тех земель. Даже если так предположить, то как объяснить, что, соответственно, в языковом плане там никаких упоминаний практически от викингов не осталось? Не даже какого-то существенного количества викингских слов, ну ничего буквально от викингов не осталось. Так если, ну, как бы как? Сложно это все сопоставить, если не предположить, что, конечно же, под понятием «происходит от варяг», имелось в виду «происходит от западных славян», тех самых вагров, которые теснимые крестоносцами с запада в своем большинстве активного самосознающего населения собирались и отправлялись как раз на территорию Приэльменского региона, там и оседали, колонизировали этот регион, скрещивались там с местными славянами-выходцами из Киевщины, смешивались с более ранними, даже западными волнами, и так постепенно формировали то, что в финале станет известно как «Новгород Великий», в языке которого ноль какого-нибудь шведского, датского, норвежского влияния, но обилие западнославянского влияния, западнославянских мотивов и всего такого. Вот данную тему сторонники так называемого антинорманизма редко когда изучают, потому что если в тупую к этому подходить, то тут снова же речь идет о влиянии западных славян на Новгород, что не все из них готовы признать. Ну и в принципе тут также, конечно же, речь о том, сколько варягов и викингов среди тех западных славян все-таки также было, и это несколько как бы не нравится антинорманистам тем, которые не задумываются над реальностью. Если бы они изучили вопрос, то они поняли, что тут речь, конечно же, не о том, что, не знаю, шведы пришли и захватили Новгород или захватили Киев и ассимилировали, не знаю, всех новгородцев. Тут речь идет, что в действительности тогда западные славяне с шведами, датчанами и норвежцами весьма тесно взаимодействовали. Это факт. И факт, что когда они переселялись, даже какое-то небольшое количество этих всех в их числе было. Но, с другой стороны, факт в том, что в языковом плане на новгородцев повлияли именно западные славяне, а не норвежцы или еще кто-то. И также это доказывает славянскость тех самых варягов. Среди которых, конечно, могли быть и викинги, но которые в основном своем были, в общем-то, западными славянами. Что фиксируется и по названиям территории расселения Вагров, что фиксируется и по дальнейшему, в общем-то, названию острова Виринген. Ну, а отчасти и по тому методу, как в более поздние времена новгородцы, а от них россияне называли выходцев с Западной Европы фрязями. Собственно, по тому же принципу, по которому они и выходцев с Западной Прибалтики называли варягами. Когда название одного региона и относительно небольшого этноса, населяющего его, распространяется на всех буквально, кто живет в той стороне. Такие прецеденты есть. И летописные варяги – это западные славяне, известные также как вагры. Соседи ругов русов, собственно, с территории Руяна.